Здравствуйте! Когда мы говорим о профессиональной видеосъемочной технике, мы чаще всего представляем огромные студийные телекамеры и тяжелые наплечные комкордеры. Некоторые небольшие региональные телестудии, возможно, еще и до сих пор работают на таком оборудовании, которое осталось еще со времен эпохи советского телевидения. Но время неумолимо движется вперед, и цифровые технологии стремительно развиваются. Современные видео и телекамеры способны давать не только высококачественную картинку, но и имеют малый вес и небольшие размеры, что значительно упрощает их использование в различных ситуациях. В нашей программе мы рассмотрим основные моменты работы с профессиональной видеокамерой на примере репортажного комкордера Panasonic AGAC-130. Этот профессиональный видеосъемочный аппарат фиксирует реальность в формате Full HD и уже завоевал симпатии многих телеоператоров известных телекомпаний. Видеокамера Panasonic AGAC-130 при всей своевидимой простоте управления имеет достаточно много сложностей, управляя которыми профессиональный видеооператор сделает для вас, дорогие зрители, картинку четкую, яркую и красивую. Верхняя часть корпуса камеры выполнена в виде рукоятки, стандартной для аппаратов профессионального класса. Здесь расположены встроенные стереомикрофоны, клавиша для управления зумом, кнопка включения и выключения записи и цветной видоискатель с удобным мягким наглазником. Также с правой стороны рукоятки расположены два профессиональных трехконтактных XLR-разъема для подключения периферийных микрофонов. Здесь же справа, прямо под рукой оператора, расположены трансфокатор, так называемая качалка и кнопка включения и выключения записи. Камера оснащена несъемным широкоугольным объективом с блендой и тремя кольцами для ручного управления зумом, фокусом и диафрагмой. Надо сказать, что профессиональные операторы при работе с камерой всегда используют ручные настройки и способны управлять качеством записываемой картинки прямо-таки одной левой. Помимо цветного видоискателя, камера оборудована ярким жидкокристаллическим монитором, который всегда удобно настроить для контроля записи оператором даже из самых неудобных позиций. Правее находится блок кнопок, предназначенных для работы со звуком, переключение источников, переход из автоматического в ручное управление уровнем звука. В верхней части корпуса имеется кнопка OIS – Optical Image Stabilizer, включающая и отключающая оптический стабилизатор изображения, а также три пользовательские кнопки, каждой из которых можно присвоить различные функции. Нижняя часть корпуса камеры занята кнопками и переключателями, настраиваемое усиление светочувствительности от 0 до 21 дБ, настройка баланса белого, в том числе и вручную, многофункциональный 5-позиционный джойстик, переключатели выдержки, включение и отключение служебной информации на экране, переключатель режима работы камеры с автоматического вручной, регуляторы уровня звука. Ближе к задней части корпуса имеется 5-позиционный джойстик, управляющий воспроизведением и служащий для навигации меню. Задняя часть корпуса камеры целиком отдана под слоты для карт памяти, служебные интерфейсы и аккумулятор. Следует помнить, что для высококачественной записи необходимо использовать карты памяти SDHC надежных производителей со скоростью записи не менее 10 Мбит в секунду. В нижней части имеется гнездо со стандартной резьбой для крепления камеры на штативе. Также для реализации ваших творческих видеозамыслов возможно закрепить камеру на стедикаме, и тогда уж точно ваш будущий фильм будет обречен на звание шедевра. Пишите, творите, снимайте и будьте признанными гениями. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok